приветули молодые люди влетаем на просмотр дотки 2 у нас тут весьма интересная котелла будет на записи тут играют у нас такой неплохой состав игроков сразу майки доту встречают как видим чатике мы будем наблюдать в декатке за полетом гирокоптера он же саика вообще был подписан что это nightfall а если верить сайт у dota 2 pro tracker давайте пыренько это уточним по моему краски над пол катает на этом герое до nightfall у нас так в азия гуннер вверх шишак гридос и майки он же микей играет ну который типа этот сырано чувак молодой мидер когда было замен на заменах в антите он катал в нигме до играл с не ошибаюсь состав такой получится прям киберспортивный ранг второй тут у нас 342 тут у нас 211 148 142 58 420 192 46 и 78 но такой прям хороший матч намечается ну и принципе у нас такая будет весьма весьма интересная катка ну в целом вы могли заметить и по названию трансляции но трансляция видоса и по времени длительности видоса что катка такая будет интересненько и геймовая и очень даже кайфовая так что герокоптер выбирает себе пока на закуп как видим сразу граждан стик и также брать еще сверху 2 2 пачки веток для того чтобы тренирую стоять максимально комфортно линия будет кстати с тинкером суппортом у нас вот такой то у нас интересного и на получается два мальца удал их подкатывать на эту линию но по поводу стиков граждан посмотрим сколько профит на сколько много будет этой линии с память парня справа по поводу опять таки этого противостояния что еще хотелось бы от вас узнать пишите в комментарии какие ролики вас вообще интересуют какие герои какие катки какие игроки какой формат вам там больше по хайлайтам посмотреть катку прикольнее или такие более аналитические моменты просмотра матча будут как раз находить золотую середину и делать контент контент по запросу скажем так но пока героком собирает на первом левеле сразу же скачивает себе флаг canon для того чтобы разминать уже оппонента своими ударами прострелами но опять-таки есть минус такой раскачки то что очень сильно запушивается линия но как видим для парней из команды рейдинг то не проблема героком на себя чуха то линии пока пока что хорошо клипочка бьет противник . в ней бьет уже по товарам загоняет своего оппонента эти молодые люди и поэтому сейчас туда же по товарам могут быть проблемы по под фарму для консервной банки так еще и марчи имеется у нас у тинкероса который тоже может марчами тоже линию под память и уже еще одним моментом напрягать своего противника поэтому тут конечно не комфортненько получается для аэров на этом лайн это еще и по идее даже сейчас выпуливать молодые люди по светлую сторону баррикад должны эту линию весьма весьма кайфово они по идее отстоять потому что тут такой хороший прям рассказ магический получается ну в теории было бы неплохо добавить какую-то фиксацию или или замедление под баржи герокоптера потому что можно было таким образом как раз таки выдавать еще больше вот под баражами а здесь ракетка пятки ну ракет конечно такая прям надежная фиксация все таки ракетку запустить чтобы долетела своей цели противник как бы видеть где ракета противник может ее сбить эту ракетку потому что есть рейнджовый рубен который будет просто с дистанции сбивать ракетку но в любом случае тема весьма весьма такая напряженная будет для парней а по поводу драфта тут кстати есть у нас такой весьма неплохой раскачанный господин на этом на майки майки дота микей не майки кубра на никто не читается по идее майки это же этот это в лике то по идее микей майки короче не суть важно этот видит мидер в этом матче на кускаре в принципе отыграл на кускаре неплохо и был и матч когда было замене там составе нигма в составе entity а шапифа рибель он играл точно ваш играл вместо беда где-то там был турнир в апеле по моему или этого года или прошлого года точно 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 вспомнил где я его видал так что он такой знаете весьма опасный темповый кайфовый может быть в этом противостоянии но запушить тяжеловато будет парней из команды рейдин там опа персблат сжигать и на фейн папа подбирает на работе хотя копа и гранд мастер но линия против ускар как видим не вывозит пока что а по часов не понял папа медовая топ это медовая копа у нее один крип убит серьезно сколько по 1715 с ума сойти можно прикиньте у копы один крип он еще и на пп умер какой там тильт в виде происходит да ладно вау хорош возможно надо было писать кускара здесь как основного героя а не гирокоптера ну ладно ну кускар прям браво начало конечно максимально жесткая тотально разноска венов пэнк а потом в тильте она только-только дает ваш на линии и уже подгорает смотрите на кнопку сгорит ну да как у него ранг у него ранг 30 и не понятно сколько у него вам этот потесиков 146 8 точнее а тут у нас какой ранг за 8 ну это жестко это жестко хускар молодец а вот вопрос как бы что делать венов пейнк как бы опа пара же полетели выпиливать от реветинка с карту падает консервная банка хорош эту гирокоптер получает неплохой подпанк пускать ракету по рубика там еще баржи полетели баржи уже уже в право левла и даблкил забирает себе нейт фолму компенсирует тотальный провал центре копа даже прожимает этот смог для того чтобы не вернуться но опять выкупы все максимально плохо и но проблема купы в том что а как папе и уйти в лес фармить что просто руки там сыграл натыкать но такое там с короче обходит венов пейнк попа чисто пришел там крикнул на линии разочек крипов в два раза больше зафармил чем у него было потому что у него было три крипа уже стала 6 и на том спасибо так гирокоптер взял себе в этот флэкэнон хорошая шмотка плюс статы плюс урон в принципе весьма весьма кайфово плюс еще восстановление маны который тоже ему не помешает о там рубин пошел гангать верхнюю линию и даблкил забирают себе дайры так так вот это понятно пинговали чтобы саки сделать но не успевали по таймингу этого организовать это я что хотел сказать немножко хватит времени по поводу а по поводу гирокоптера взял себе кайфовый клинок опять-таки почему бы нет дальше себе убрать пт-шку как бы тоже все понятно пт-шка для гирокоптера хорошая шмотка краски атак спид подымет для того чтобы быстрее разряжать свой флэкэн плюс может быть пт поспал ну покликать чтобы там ману максимально эффективно свою расходовать и будет дальше фармить но и скорее же это будет у нас выход стандартный через наверное огонь и плюс криты плюс кристалис там в этом да покупают на гирокоптере молнии но тут скорее все криты будут покупаться потому что как-то поинтереснее смотрится хотя на конечно тяжеловато будет будет играть против свена в плане физического дэмоджа потому что свен все-таки очень бодро бафают свою команду ну опять копать дети папа прям все эти окупы все плохо надо бы как-то миру рейдинтов разыграться ну надо бы погангать по идее так пошли марчи и пытаются тупак обойти мистера тин кирина тин кирина прожимает марчи и на марте наступать как-то впадлу парням из команды дайров поэтому как-то вот так вот ну в принципе мид выигран это понятно тут как бы безоговорочно победами да в плане верхней линии тоже как был ганг там тоже по сути все хорошо парней так что сейчас такая ситуация что нужно не спад напрячь дайром для того чтобы гирокоптер еще немножко опустить тогда будет все максимально кайфовый хорошо у них происходить но пока вот как-то так поверь и на нос подкатывали наш кучах далеко ползать ингредиент начинает уже пробивать есть баражей кстати очень-очень плотный оказывается под матрицом отпускают еще неплохие марчи падают шишак ашак упал это килинг спрей уже вот так вот казалось бы пришли на линию напрягать тинкера на пару с гирокоптером они тут то было эти парни готовы такое принимать так а почему костюме показывает противника в тумане войны он не скажет или или это нормально то есть кого-то видно куда не видно папа полетел уже нам на центре парниша нападает сжигает выжигает и на фейн сгорит на работе по-любому там тинька говорит пацаны как вы может быть я буду мидером он там заботил воде что вроде бы нет минус о хороший фраг с этим минус в ну активная дота классная катка кстати что мы тут в этом матче в плане прогноза 57 на 43 процента дота оценивает шансы парней играющий засиловать мы чуть выше нежели оппонента но в принципе тут у нас явного лидера все-таки в этом матче не имеется догоним нагадим дашь лидер коптеров принципе все понятно да по раскачке забыл всем сказать раскачка у гирокоптер получается 311 баражи выбирать в приоритет и в плане кстати аспекта и врожденных талантов врожден талант у него как бы всегда один понятное дело насколько он хорош ну посмотрим вот нельзя разбирать аркирую видос на гирокоптере рецепты можно продать всегда за полную стоимость а даже так пусть и раньше не было такого уточнения что может подавать рецепт за полную стоимость тогда прикольно все получается то есть в чем фишка гирокоптера он может своим чоп-шопом разбирать большинство предметов кроме хочешь рапиры и мидаса и прикольно то что у пагира коптают телепортацию в центр но все-таки решил отменить убили хуф пара кстати очень классный фраг да папа упала но пускать тоже ческать я по сбиваю так вот хускать учился что я буду проматывать немножко или паузу ставят и ставят не ставят так вот уточнение хорошее что полная стоимость да а по поводу этого по поводу аспекта каждое попадание ракеты от бараж по героя противника ускоряет передвижение работы 4 секунды топ скорость 4 получается на максимальном уровне прокачки баража гирокоптера ну так в принципе логично почему барашника все качает из-за того что аспект такой мощный у него имеется так аганим фармится криты формятся он взял себе краски блэйду в лакрике на ганим будущий но решил что криты лучше купить до покупки ганима думал одна тема чтобы сместиться на верхнюю линию и помочь своей команде но команда тому же поддерживает и поэтому у нас падает dx падает гуннер и горит из также отправили ставерна запускается плэйкер запускается вражи но игра коптер пока просто запушивают линию под тавором выдерживает краски парниша противника с помощью обойти кстати о кстати а вы сможете таким образом его убить потому что шанс это есть потому что сейчас ракета баражей можно его колобасить телепортация пока не жмется нас от парниша на тимбери потому что ты это не нажмешь когда в тебе летит гирокоптер и его ракета запускается стану свена свен тут не наминает гирокоптера гиру еще По боку пока что запускает Фулдаун, пошел в раскраску Хорошая траектория, вот красиво запускает Вниз свой ультимейт фулдаун Это получается классно и хорошо Смещается эгивер, очень сильно напрягает нижнюю линию Вир выгрызает зигзагом, это минус все-таки По тингеру, находится рядышком Гуннер, но все-таки тут подбиты Немножко эти воины Сил света лучше тут не подставляться Запускается, там у нас еще ракета в погоне за оппонентом Подкатывает вакуум, шишак нажимается Показывает таймлапс, но сейчас Должен поймать бы эту ракетку и не успевает Збить ракетку мистер Нарубэ Ой, хорошо, борожами на меня здесь Лил Си Си и точнее Тимберсоу, Кускар полетел на ЛОХП, пытается на ЛОХП Поиграть и он перебьет Перебьет, тут он герокоптер, гера падает Разваливается еще и Гуннер, посыпались у нас Все три кор-героя команды Рэддитов, лишь суппорт, остается тут на обороне С нижней линии и уже загоняют Бедное дерево, пробивают ему дупло Дупло трещит, это минус и еще один фраг Забирает себе Тимберсоу Ой, хорош, опять проблема с интернетом У Кускара Опять он отлетает, а то ничего страшного Этот файт у нас в любом случае за парнями Из команды Дайеров Заканчивается, ну а герокоптер отправляться на возрождение Пока ситуация очень сложная Для Радиентов, Клопа вообще в помойке У Клопы на Творце меньше чем у Тронта А так, промотаем, пожалуй, момент без Кускара Кто-то пишет, у тебя уже шарт, у кого шарт Он общается А ну-ка с кем он общался, у кого там шарт уже Вроде бы не кошер, да нет Не знаю Пока он там Так Что я хотел сказать А у Купы было все очень плохо Ну, в целом, как бы, и остается у Купы все очень плохо Хотя, в принципе, 3200, там 4600 тульти имбера Ну да, Кускар, конечно, огромный Опа, полетел Кускар, нападает на герокоптера Выжигает, там, ему пол-хп Очень больно герочу, конечно Надо бы подсейвиться Еще нажимаются ультимативные краски от Тронта Чтобы точно стопнуть агрессию от оппонента Ну, хотя бы герокоптера не убили Правда, куда ему идти? На базу возвращаться? Или попытаться пофармить леса? На базу ведь как-то впадло Надо бы Сехил подвести Главное, чтобы тут его не гонгали Нажимается, кстати, скан Наступает скан пока что парни из Получается, дайеров Подъезжающий шаг Запускает свои кнопочки, накрывая Деможим герокоптер, герокоптер очень неприятно Спускаешь парочку ударов, работают урна И это минус, ай-яй-яй Ну, пожалуй, еще герокоптер, опять-таки, лучше было бы на базу пойти Да, конечно, было бы впадло, терять столько времени И терять свой фарм Но это было бы явно лучше, чем просто таким отобразом сдохнуть Поэтому получается не очень прикольная ситуация для него Подфиживает зазря Как мы видим Ну Окей Нормально, нормально И так сойдет Так, что у нас вообще общая картина в этом матче Восьмого герокоптера Алибарда уже готова для Кускара Блин, как же тяжко Ну, график падает, конечно В графике обваливаются Смещается верхний герокоптер Сразу после возрождения его напрягает в Кускар Поэтому герокоптер у нас, ну, попытается с дистанцией Линию немного подсейвить свою против Кускара Но, конечно, подходить в близ не стоит Кускар сразу же его развалит Так, смещается Дарксир Возможно, попытаюсь поймать краски мистера сейчас на Кускаре Замедление уже полетело Полетели кулдауны Подлетают поближе Кускар разворачивается Полетел в герокоптер Герокоптера пытается вытирать Но Алибарда, как бы, не сработает Там боржи есть Если что, боржами тоже можно неплохо атаковать Поэтому пробить герокоптер таким образом не смогут Ну, вот так вот хорошо Ну, ошибается, опять-таки, Кускар Вот на Кускаре очень важно так не делать Почему? Потому что Кускар герой темпа Кускар просто вытер линию Очень много взял на лайне Но если вот таким вот образом начинает играть То тогда игра может прям склеиться для Кускара и для его команды Ну, он получил офигенный старт И потом умирает вот так вот в одного Ну, это тупо Так делать нельзя Смещается вверх Сразу агрессия пошла у нас герокоптера Урна, плюс жук кусает И очень больно гирую Еще стик один есть Но этого маловато, конечно же, будет Подлетает дальше у нас погоню мистер на шишаке Шишака подцепили и влетает туда еще и тинкер-тем Лапс на подцейв Игрокоптер говорит Не-не-не, пацаны, я хрен с ним Маны нет, ничего нет Я, конечно, за файтом посмотрю, понаблюдаю Но я, пожалуй, сваливаю Куда-нибудь поближе к своей базе Оно путно еще успевает леса подфармить Все-таки нужно максимально эффективно тратить время Даже если вы возвращаетесь на базу Ну, никто не мешает там свернуть вправо-влево И пофармить себе немного крипалеси Пойдет Так, кстати, аганим уже почти готов Аганим очень хорошо ускоряет фарм Для герокоптера Что дает аганим? Да, в целом, то, что и раньше Тут давно ничего не менялось у герокоптера У него флэкен он бафается То есть он каждые 1,3 секунды Выпускает выстрел турели В радиусе 700 Так, аганим будет у герокоптера вылетать Наверное, не менее вылетает Кстати, я думаю, что крипешка не полная Мана не полная Но он принимает грамотное решение Подключаться к файту И убивает кускара Дабл-кью зарабатывает кускар Но зато у нас враг зарабатывает герокоптер И у 60-го левела у нас рассекает гиры в этом матче Что по левелам, кстати, 10-ый у герокоптера И 12-ый у кускара Но гиры, ну, хорошую игру показывает В принципе, в этом матче Нормально Смотрится в целом играбельно По поводу шмотки нейтральной У него там дуэлист Упал Это 12 дэмэджа И дает 20 скорости атаки Если в радиусе 1200 есть героя противника И также выбирает себе уже первый ассет Талант Аспект талант врожденный Капец, как много всего Так вот, выбирает себе первый талант Это талант на 175 дэмэджа Ой, дэмэджа, прошу прощения Это было бы жирно, конечно На 175 хп Выбирается в игрокоптер Кстати, немного нестандартно играть гиры у нас в этой катке Потому что обычно гирокоптер покупайте криты После покупки гоним Ну, там два варианта Либо криты, либо молнии Чаще криты А тут у нас вообще выход в Сашу Яшу Ну, возможно, он еще передумает Возможно, он еще поменяет свое мнение Но, в принципе Саши Яши тоже норм Потому что Саши Яши это резисты Тоже прикольно Ну, криты это прям маска Ну, как по мне, криты тут точно надо И опять, криты это очень хорошая шмотка против Хускара Потому что Хускара именно страдает Когда в него влетает такой хороший берст Именно физ ДПС Вот, допустим, та же Фантомка Там, в мидгейме Вот прям очень классно вытирает Хускара Хускар поначалу как бы напрягает очень плотно Потом Фантомка может нам за парочку Этих Грейсов, Куб ДГрейсов подвырубать Ну, ультимативный Крит, в смысле В чем дело? О чем речь? Так, попизговка, ЦАЛ Тавара в центре Очень было бы неплохо под пуш Там еще и Хускар на линии Попытаться выйти в спину И опять-таки стопнуть его темп И он, опять-таки, очень сладкая цель Очень вкусная булка Которая нужно просто постоянно убивать Так, там телепод пошел Смещается вивер, подбивается ракета Как это уже зашла Но парням лучше как раз как-то идти Сейчас смещает сюда еще и мистер консервная банка Запуская там пока свою пилораму Откидывать с морочами В это время у нас тинкер Кстати, морочки холлевела вообще там у тинкера Уже максимальному Ну, это больно В морочах драться вообще не вариант Так, очень борт играет вивер У него имеется таймлапс Но не имеется маны на таймлапс Поэтому лучше не рисковать Ну и Герокоптер говорит Пацаны, как бы Я, кажется, хотел бы быть с вами Но как бы надо и фармить Все-таки я же как бы Герокоптер Мне надо фармить Крепочков Но был бы хорош кулдаун Сюда вот просто под раскатки Но Пэн все запустит Но и так неплохо Минус готов уже по Кускару Наваливает демнджа в сторону Но Свенос Винняка там тоже упал Хорошо Очень бит Герокоптер Очень бит И надо играть осторожно Его там неплохо задебафали Надо бы чем-то его подбафать И даблкил там идет уже Мистер на Дарксире Смещается к файту Снова парня из команды Рэгендов Добивает демнджа по оппоненту Вивер у нас пока что пытается Мансить на своих шикучах Запускается флэгкэнноны Настреливает Герокоптер Отступает Вивер Тимбер С дабл демнджом Но это вообще-то сраки Дабл демндж на Тимбере Неплохая дурака для парней Из команды Рэгендов Но вот в идеале бы Догнать конечно Вивера Но Вивер уже далеко сбежал Так там снизу линия запушена Поэтому принимает решение У нас такое волевое Сразу пойти линию свою отпушить Опять-таки там два ренджевика Стелла еще Это халявные крипочки Вот такое никогда не пропускайте Когда так линия запушена Особенно там когда много дальников Надо поранить И тем более тут все безопасно Поэтому он еще запускает свой кулдаун Вперед Частично задевает крипов Ну и попутно подфармливает лес Да уже есть криты Поэтому фарм сейчас полетит Для гирокоптера И гирокоптер в принципе Сейчас уже сможет догнать И даже перегнать Ускара Что очень здорово И круто для парней Из команды Слева БКБшка дальше ставится Для гирокоптера Сейчас я за гирокоптером Выехали Там он видел Что к нему подъезжает противник Как видим Он очень активно прокликивает карту Понимает где может быть подстава Где может быть выход Поэтому как бы не рискует Фармит и зарабатывает себе босик Попутно убивает там еще и Эти Жетоны Жетоны для своей команды Ну видел он Что к нему подъезжали в лес Поэтому Дофармил краски крайнюю пачку В безопасном месте Понимая что до него Противник еще не добежал Ну и отправлять Сформить уже дальше Дальше уже глубже Снова забирая себе там Четка Гинджат Так что еще тут у нас Из прикольного Из интересненького Что мы тут с вами еще Не обсудили Не обговорили О кстати Падает лук У нас для герокоптера Очень кайфовая шмотка Это дополнительная дань с атаки Плюс 75 Это 20 Скорости атаки Что тоже очень классно Для герокоптера И также Это еще снижение Сопротивления магии Что позволяет Герокоптеру больше бить При помощи Борожей Которые у него Раскачаны Которые у него Сильные и мощные И кулдаун Дает больше дэмэджа И ракетка залетает Тоже неплохо Поэтому Весьма Весьма кайфово Все Дагеричан Так Ускар перестал Видите Ускар Как бы тоже Старается Оформить Вообще Ускар Как бы мог Пойти И убить Рошана Было бы тоже Это очень Что-то сделать Здесь напишу Так У нас пока Происходит Подфарм Происходит Подфарм Ну и те Времени у нас Там подбивается Сентри вард Нормально Получается Еще одного Получается Стамбуренько Оформить Сейчас Секундочку Так Нормалин Гринсы Приобретают Сности Временем Так Бэкбэшка Приобретается Для Хускара Как мы Видим Вот Как-то Так Бэкбэшка Хускара Это Хорошо Что еще Тут У нас Интересненького По поводу Геокоптера Мы В целом По большей Мере Все Посмотрели А да В плане Вот Выбора Сфейска Фоинтов Ну Нет Наверное Смысла Скачивать Хоминг Миссл Первого Левела Вполне Хватает Поэтому Выбирать Себе Пока Стоты И Вкачивать Себе Атрибуты Ну И Также Себе Взял Он Что Флаг Кэнон Дэмэдж Плюс 25 Дэмэдж Ох Нормальная Тема Это Хорошо Это Звучит Отлично Наполнительное 25 урона К Флаг Кэнон Ну Да Пятки Хоминг Миссл Лев Точнее Правый Талант Ему Напь Не Надо По сути На 15 Левеля Вьем Нет Смысла Ну Опыт Про Талант А не Юз Для Него Ну А дальше Выброси Скорее Сего Залп На Плэкенон Потому Что Боражи На 20 Как Бо Уже Не Так Уже Прикольно Луж К Ну Уже К Такому Левелу Он Будет Очень Больно С руки Наваливать У него Там Уже Будет Бкб Скорее Сюда И Далус Уже Появится К 20 Левел Плюс Минус Поэтому Флаг Кэнон Конечно Поинтереснее Смотрится Кемин Спри Гун Разрабатывает Фраг Герокоптер Все еще Отстает Но В принципе Парни Немножко Катку Смогли Устаканить 37 на 63% Пока У нас В этом Матче Но Он Активно Играет Пытается Искать Краски Моменты Кого Там Поймает Подзамедлять Своим Кортиком Подозвать Команду Опять Таки Тут Классный Тимфайт В теории У парней Из команды Рейдетов Это будет Краски Стенка Сяжка Туда Сверху Связка Трента Сверху Кулдаун Сверху Клик И Еще И Неплохо Поддавали Тинкер Поэтому Нормас Тинкер Хорош В этом матче У него Там уже Мег У него Скоро Будет Гринсы У него Есть Холли Локер У Тинкера Он Баффает Матрисом Своего Тиммейта Тиммейтов Точнее Прикольно Кстати Опять Я уже Видал По Статистике Дота Баффа Дота 2 Про Трекера Тинкер Саппорт Реально Интересно Смотрится И там Я Еще Видел Была Недавно Новость Поэтому Кто знает Может быть Спилит Где-то Тинкер Тоже Покажут Хотя Опять В плане Турниров У нас Ближайшие Турниры Это Что Это Интернешн По идее Правильно Вроде Бо У нас Сейчас Вообще Ничего Такого Нет По Турнирам У нас Сегодня Какое Восьмое Но Это Виде Тоже Восьмое Число Это Прям Точно Буду Сегодня Его Постить И Инкер У нас Короче В плане Турниров Вроде Ничего Такого Нет Какие-то Мелкие Турниры Конечно Играются Но Чего-то Крупного К сожалению Пока Не имеется И Ближайшее Что У нас Будет Скорее Интернешн Так Ставится Пауза Отключается Вивер Мы Это Проматываем Потому Что Как Втыка Чем Су Треть Промотали И Пока Турмент Разбирает Все Молодые Люди Как Нормально Хорошо Будет Так Это Секунд Минутку Ак 300 Ак 2 секунды Пока Мы В любом случае Ничего Не наблюдаем В этом матче В плане Какой-то Драки Поэтому Можно Сделать Сейчас Поставлю Ся позицию Влом Немножко Промышляю Тем Что На Фючах Торгую А то Все Так Это Падение На рынке Это Было Недавно Я Просрал 2000 Баксов Было Весьма Досатом Это Как Это Отбивать Утерянные Позиции Полин Все Готово Так что Фарм Фармер Крип Долбеж Канас Будет Продолжаться Дальше Ну Не знаю Как вам Никак В целом Нравится Надеюсь Вам Тоже Нравится В этом Если Что Пишите Комментарий Какие Моменты Вам Понравились Какие Ошибки Вы Заметили Что Можно Было Сделать Лучше Чтобы Вы Сделали Лучше Чем Эти Профессиональные Котлеты В Этой Катке Так Ногай Яркоптер Себе Я так Понимаю Купил Рецепт Да Или Нет На покупку Такую шмотку Это будет Очень Пойно Это будет Очень Классно И уже Смирились Парни Из команды Реддит Нападать Прямиком На территорию Оппонента И они там Уже Развлекаются В Эншах Противника Запускается Ракетка Дагон О Дагон Нифига Себе Дагон Кстати Это нестандартная Шмотка Но решил Таким Вот образом Бёрст Добавить Себе Парень На Квин Отлично Хорошо Все Два Каф Остается За командой Дайеров Гирокоптер Топ-1 По Нетфорс Кускар Уже проседает Кускар Уже знатно В этом матче На пидуньках Лишний раз Не запускается Рассказ Есть кулдаун Летает Тимберсов И как больно Наваливает Тимбер Есть Рывы дальше От Квиннов Пэн Вырубает У нас в это время Консервную банку Банка упала Так Свэн Блокенбаре Поехал в агрессию На Гирокоптер Сразу у нас Рассказ Миноп Пэн Дабл Кьюэл Убивает Еще и Рубэн Рубэн Валерич Упал Но с Гирокоптером Вылетает Кускар В погоню Ну ТП БКБ Можно сделать В принципе Гирокоптеру Или просто Пытаться Улетать Из этого Файта Пока он выбирает Вариант Улетать Решил Что не смогут Его догнать Но в целом Вроде как Он прав Потому что Действительно Далеко отступает Да и как бы Команда рядом Поэтому Окупаться Может окупаться У нас Тиммер И попытаться Все таки Убить Гирокоптера Хотя у него Эгис Но можно будет Его там Хотя бы От команды Отрезать Просвечивает Вивер Влетает Внутри Гарпун Подтягивает Бедного Тингера Тингер Будет отваливаться Но игроков Просто вглубь леса Пока залетает Но за ним Подвыехали Главное Чтобы не было Стана Так БКБ Решил все таки Перебдеть Перебдеть И Нажать БКБ Для того Чтобы Телепортацию Сбить Было Невозможно Ну Это Лучше Лучше Так Кстати По поводу Узбить О телепортации Даже Блокенбар Скоро Можно Будет Забивать Телепортацию Потому что Скорее Всего Кускар Формит Себе Аганим Купить Себе Аганим Но Пока Это Кираса Ну Дэмэджи Много Физического От Гирокоптера Вылетает Поэтому Кираса Это Хороший Выбор Для Кускара Тем более Учитывая В команде Свена Это Будет Варкрай Это Будет Кираса Там Еще Аганим Шар Для Свена Может Дальше Доброн Это Будет Еще Дополнительный Армор Поэтому У Физухи Будет Там Очень Хорошо Защищены Молодые Люди Кстати Гирокоптер Умудрился Курьера Потерять Когда Он Ему Подвозил Получиться Рецепт До Да Ладно О Трэн Прилетает Себе Уже Блиндагер Можно Будет Краски С пылу Жару Фай Залетать И Свой Ультимей Запускать Какая же Дикая Катка У нас Опять Начинается Драка В центре Есть Юла Вивер Пока Себя Подсейвил Просвечивает Его Пропытается Пробить У него Таймлапса Нет Запускается Стан Рассказ Кулдаун Есть Верху Гарапун Очень больно Гуннеру Наваливает Гирокоптер Но Подходить Опасно Аэкис Уже Заканчивается Упал У нас Вивер Кстати По итогу При этом Будет Погоня Дальше Возможно Ракета Пошла Ракета Полетела Напрыгивает Сюда В замес Мистер На тринте Тринтяка Там тоже Рядышком Около Этого Файта Обитает Запускается У нас Погоня За оппонентом Но догнать Все таки Нормально Не удается Вроде бы Пока Тошли В безопасные Места Молодые Люди Запускаются Фил Запускаются Рамы Ну и До базы Добегают Парни Из Дайеров Ну Решили Радиант И себя Реализовать Подпуш Тавара На центральной Линии И товарочек Потихоньку Начинает Отваливаться Ну В принципе Это хорошо Минус Первый Тавар От Этого Линии Это Классно Глиф Изобновился Ну А Рубенчи Пока Вообще Ресурсов Ити на Граунд Поэтому Нормально Себя Реализовали Парни Скамада Радиантов И Можно Отойти Гиролете Выбирает Дальше Такую Шмотку Как Татане Кстати Докатался Все-таки Хоминг Миссл Вот Только В 20 Взял Атрибут И Потом Уже Добрался Хоминг Миссл Максимум Ну Как Бакул Дал Секун Все-таки О Нормоз Там Прост Такой Чиполах Спиндюль Он запускает В сторону Бедного Тиммера Запускает Ракету Чтобы он далеко Не сбежал Было бы неплохо Сбить ему Кратки Еще один Его чейн И Он никуда Не уйдет Еще и Вакуум Подтягивает Здесь Вивера Вивер Тэм лапски Нажимает Он просто Падает И Вот Такие Вот Два Кайфовые Фрага Забирают Себе Парни Которые Играют За силой Правильно Еще и Наваливать Нижнюю Линию Ну Было бы Кажется Классно Тут себе Еще и Турметра Взять Правда По таймингу Когда он Появится Ну Где-то Минут Через Парочку Он появится По идее О Кстати Очень Классная Подает Шмотка И Матрикс Тоже Это Очень Кайфовый Бонус Для Мистера Гирокоптера Но Опять Китин ХГшку Как-то Черновато Поэтому Немножко Подошли Напрягли И Отошли Получается У нас Светлые Надо Фармить До Рошана Как Минимум Ну В идеале Сейчас Будет Рошан И Плюс Будет Сатанин Готов Для Гирокоптера И Вот С Этим Ресурсами Можно Уже Попытаться Даже Может быть Сломать Первую Линию Опа Смог Атака Кстати Все Это Было Замечено Промониторено Конечно Ж Подцепили В это Время Дарксира Гуннера Подновяли Ничего Страшного Хускар Готовится Врываться Нажимает Свет Нопти Полетел Хускар Но Тут Как-то Не По Шансам Гирокоптер Делает Больно Но Благо Там Был Форст Провожает Гирокоптер Своими Флаканами Оппонента Наваливает Дэм Уже Все Больше И Больше Весь Мегакюл На Монет Тори Грубая Там Еще Рубенчика Рубенчика Упал Айяяяяяй Да Ладно Выпиливает С карты Все Таки Гирокоптер Зря Там Полетел Так Глубоко Далеко Минус Ошибочка То есть По сути Что Минус Квин Минус гирокоптер в размен лишь на суппорта рубика ну бедовая драка получилось для них важная ошибка кстати там еще рошан по таймингу прям хороший будет потому что рошанчика 15 секунд то бишь полминуты будет у парней из команды дайров еще до появления гирокоптера но правда недалеко от рашпита поэтому они сейчас не успеют как раз туда переместиться так быстро что файл будет скорее с гирокоптером только хорошо наваливают сторону пускара но он там хотела кп что но его тяжеловато пробивать кстати прикольно так работает у нас подтягивания от зигзага у них краски есть вар play снаряд который подтягивает как мы видим прикольно прикольно время потеряли на самом деле не очень классно тут парни из команды дайров кстати по поводу опять таки дайров что я говорил что у них вот очень прикольно смотрится ситуация с тем что этот есть скажи мне скажу опа иди сюда на зигзага подлетели начатого напиливать что у них у радиантов прикольно то что у них такой хороший момент защиты базы марчи и плюс тренд ну ты хрен пробьешь но как вообще как это спушить просто куча спама еще и подхилл тавара ташка получается опа минус гуннер а гирком тоже сверху но кстати рожан то снизу они сверху поэтому надо бы как бы вниз перемещаться там есть конечно пар парный портал может быть стой через него как-то пойти нижнюю часть карта но как-то вот пока не спешат парни видим решили что как бы без дарксера в этом участвует то перетягиваться начинная тингера тоже помрет минус два героя я рошан рошан будет сейчас для для темненьких доберут они себе его все-таки сейчас это плохо это очень плохо могут попытаться на этом час разыграться дайры и под напрячь его противника пока он смешу затишье опять-таки поставьте лайк прекрасно время поставить лайк прекрасно время подписаться опять-таки буду стараться выпускать ролики каждый день и я обещала в прошлом выпуске но я хоть и пообещал выпускать каждый день но но вчера не выпустил чита краски мам приехал поэтому я записать с утра и что-то не успел этого сделать и вот сегодня будет второй ролик я вижу то что ролик все радио неплохо зашел по просмотру нормально тысяч просмотров учитывая то что коллеги был там и контента еще просмотров выглядят нормально хотел потом хотелось бы конечно хотя бы десять тысяч просмотров но надо что-то начинать правильно надо чего-то возвращаться надо чего-то камбекаться и более части ведь нечего поэтому такие видосы это будет как раз таки спасательный круг канала возможно возможно контент зайдет вам вырубает шишак и шишак отвалился подкатывает ракета накрывается консервная банка банка минус дабылку готов для саики он же night phone и дальше фармить себе мкб но затем гб хорошая шмотка потому что в этом матче ей же алебарда правильно ли бардом закантрить вырубили гуннер и сразу тошли такой резкий дерзкий отряд атаки у нас получился вышли ляпнули и отошли очень быстро хочет отсюда подальше чтобы тут им ничего не сделали в дальнейшем как нормалин у нас будут себе приобретать дать посмотрю на общую картину по артефактам что себе парни успели уже взять так у нас ты на стоит так понимаю будет фармить себе шиву да так она есть до конка кола и влог венов пейн уже 5 а зачем вам две пары грифсов стесняю себя спросить но это не очень прикольно кстати поводу тинкера было бы класс купить вин вейкер а он вы форме но красавчик вообще отличная шмотка это будет очень хорошее приобретение это будет под сейф опять-таки вот вам фокус кускаром поднять ветра и будет классно эти у кускара скоро гони появится то а уже есть прошу прощения аганим это очень напряжно потому что гоним работает как агар акса это тоже получается не очень прикольно это получается напряжненько когда такое будет происходить ну хочу поделать так уж нужно будет поиграть акса и к у нас поэтому забирайте гоним шарфу наконец-то гоним шар появился и для гирокоптера чтобы гоним шар гиркоптеру это улучшение холинг весла через эту секунду после применения вокруг этой ракеты начинает работать rocket bar rush и радиус обстрела 7 сотен единиц вот так вот ну и кажется первую очередь работать ракета в сторону цели в которую летит ракету так кстати тибер перемещается вверх там еще вверх перемещается почти вся команда дайеров но они там в карте репатуют кино в пэнк у папы был подсейв да ладно он ушел на квопе там за ним уже летел же куска должен был жить ему телепортацию аганимом своим но не удается этого сделать все-таки улетает этот молодой человек как мы видим но это было опасно то весьма и весьма опасно но прикольно получилось ухо синициировали как мы видим так что мы что сатаник приобретает себе молодой на свене кстати тут все время искать и было бы классно купить потому что там и кускар отрегенивается и усвоил как будет сатаник но ирокоптер искать и уже некого пихать вместо потешки с коде наверное к лучку это блин купить себе зелененький свифт чем скади добирать посмотрим так талант уже есть у него на 20 левеле и это получается тот самый что мы с вами обсуждали ранее это у нас залп на флэккэнон для него был выбран решила таким вот образом отыграть в этой карточки запускается в это минус удар в сторону ирокоптера где-то пошла особенно раскачивают там не имеется и дисплей там сейчас было бы плохо его выбивать на халяву и именно это и происходит бывает айгис прям максимально на халяву пошли его накидывается дэмош наваливается нам еще немного поиска в сторону кускара кускара там будет опускать вниз и кускар уже упал пошел ракас минус п накидывает дэм уже все больше и больше подвырубает гуннер гуннер отвалился дикс там тоже отвалился влетает кускар в агрессию на оппонента запускается парочку плюханцы там не гирокоптера гиро слишком борзо играет ай-яй-яй куда же мы поехали куда же мы въехали въезжает просто в помойку получаются эти парни и рассыпаются почти все команды и к минус п находится и руль на регенерации но это никак не спасает его команду ну досадно прискорбно помянем этих молодых людей с конечно вообще не прикольно вот образом они начали на отдаваться чтобы лапкам получилось 4 куска ну общий график получается плюс 6000 по графикам для парней скамад дайров и уже 13 перри фарма шанс беды начинает немножко сокращаться но опять у вас уже игра идет не в мидгейме а в лейте поэтому тут уже ситуация не такая плохая но в плане перри фарма как могла быть на старте потому что старт краски был момент возможного сноубол а для команды для команды дайров а тут уже такого сноубол кого ты не сделаешь толком потому что тут уже есть чего отыграться уже ищем чем бороться со своим противником поэтому тут ситуация выглядит перспективнее я бы сказал так падает шмотка за же нового разряда уже четвертого уже предпоследнего блин дагер покупает себе тинкер наконец-то ну долгом к нему шоу но дошел кстати тинкер хоть и купился блин дагер но он все-таки пока откладывать покупку своей шмотки под названием винд вейкер двойки бы тоже хотелось бы себе уже заиметь класса если бы он у него появился но позже решил себе он добрать данную шмотку окей это вот так вот так наваливает вам посадки для ваших сайтах как тоже полиции сомби делу на экране вырубает еще одного в это время нас накидывать оружие свиняка и просто . в это время нас еще цвена посвен точнее упадает узко арку старт поделся подлетает еще неожиданно спирска минус но был так как бы пошел хорошо к вопросу не слово все-таки криком просто от своего же орудия пады кин оф пейн клин клином вышибает дигзага там положу пока получает себе дэм уже по лицу пытается отойти откидывая дэм уже на вражескую консервную банку консервы там тоже пока быкуют и рискуют нападает и накрывает гуннера гуннер там пока немножко проседает ничего страшного есть кинекспирь вырубает dx dx отвалился накидывая дэм уже на гуннера гуннер отошел гуннер сбежал мы по итогу нас подкидывает время еще и этого тинкерина конечно же и поэтому такой жесткий макшус происходит на экране прыгает в это время darkseer засаде находится у нас парнишка скина имбирей есть юла раскачивают в это время тинкера тебе нажимать варьи арбузу подливиться но там есть или кинес и не позволяет в кнопке нажать ему падает и это еще не фраг для бирсону к сожалению нельзя реармить гривцы про наш лишний реальность и не путаю ряду за подожди они там собачивый бонус сама тоже бонус этого как вот ощущение и я туплю а то вы проверьте потом надо не забыть и проверить очень нужны все ничего не путаю помидас и гривцы так ладно вот такое нападает в тревину сторону вражеской консервной банки подкатывает dpsx верху запускается заведло но тиммера так легко там не смогут пробивать понятное дело смещается рубенчик у нас просто идет вечный файт уже откатывается еще один ультимейт у рубика который он подворал пин офф п нападает победную консерву консерва нас выгребает но пока что дырки не пробили в этой кастрюле влетает пускар полетел в герокоптер герокоптер нажимает сразу свои кнопки на подсейв и отстреливает пока что тут попытки пускара на врыв пускар теряет пол кп запускать холдау на хайграун подлетает гарпун гарпун доджеса при помощи прыжка что вообще происходит в этом файте что за дикая дичь у нас вообще идет сейчас это просто какая-то лютая рвань а не сражение на центральном коридоре смещается тинкер к замесу запрыгивает в тременно с кускар полетел снова наваливать падает дикс падает к вину фэн отлично получается настреливают немножко дпс к еще в погоне за абонентов и просто уйма морщей начинают нас рассекать по экрану фуху 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 какая дичь какая дичь мне нравится продолжайте это жестко это жестко прикольно прикольно разошлись решили нам сегодня вот такие вот приколдесы отворить вытворять и парня так патрика нечет весна в принципе так гироков как о мое уважение снимаю шляпу это будет рапирка для игрокоптера это мне нравится это хорошо ты молодец конечно мое почтение ну рапирка то классно было бы неплохо если бы это было вот против станете старым уроком 1 рапирка 2 рапирка александр юрич как старые добрые по урокам хвоста отыграть эту катку маленькой пол поэтому ждали минутки и перебить такие раскачки для игрокоптера ну а первое то матче принципе хороший шмот потому что хоть и вроде бы даже поиспособно находится радиант и даже дают равные битвы но вы посмотрите на то какой час общий график там вообще конечно борода получилась по итогу потому что там уже 17000 перри фарма это до хера скажем честно это многовато такое конечно нельзя было позволять отдавать своему противнику но к сожалению как уж получилось так уж она сложилась у нас по перри фарма так секундочку нацить идет так 11 это сделать сейчас секундочку минуточку как у нас там планирует снова нападать по всей видимости запускаю там снова свои ракеточки как мы видим есть дополнительные у нас очки противника и ула уже полетели у нас ввысь поднимается снова агрессия пошла так она закрывает у деможа покажут министра на кускаре ну скоро подтягиваться с картом тоже начали подвырубать есть там еще немножко деможа открывает пенуф пенков а там тоже пока что хлопнулась в таверну это минус еще один отваливается прямо сейчас отдыхать избегать потариваться от кускара подкатывает кускар в погоню за оппонентом сжигая деможа пробивает гирокомтер гирокомтер пока вылетает в боку до того файта смещается в это время с пилорама к файту гирокомтер жима телепорт или портбили а и нет карамба рам бачка происходит у нас по итогу и этот парниша у нас тоже падает заверну неплохо это неприятно это плохо это досадно мы по итогу у нас гиркаутер будет пока что втыкать в таверне до байбек у него конечно есть но выкупаться сейчас ради рошана будет не очень классно затея и в этом еще и клинов pain нет поэтому сейчас по идее не должны бы парни забрать рошанчик так она есть и это у нас бонусы для команд дайеров это гоним с рошана правильно или нет это не гоним это фреш рефреш вот а египс у нас залетел и срок получать у них появился ой даровочки падает подременно с еще и на тинкера айтинкер упадет это плохо потому что тинкер это было бы возможность затягивать какой-то деф возможной и не подпускать к себе противника а тинкер упал как бы что делать а делать то нечего и теперь надо будет еще и без тинкера как-то свою базу оборонять вообще неприкольно получается для них весьма весьма досадная ситуация у нас происходит тем временем на экране начинают работать в сторону еще одного уличной экране там это понятно пока проверяет аккаунты гирокоптер возможно там будет банят так чтобы больше себе не встречаться перед репорты может такое быть ну что 29 тысяч перри фарма блин а такой бы тяжеловато камбэкать такой будет таким бы тяжело таким образом возвращаться блин конечно беда конечно неприятно хорошо и сейчас будут опция вообще на модель по карпирка есть вообще арберки еще нет папирки еще нет еще не 25 левого гирокоптера гирокоптер у нас готов врываться к файту нажимается смог darksir имеет байбэк надо покупаться потому что строим драться вообще не вариант против сыра егиса это будет такая себе драка ооо бедвейка попасть уже вверх пошел хекс под пире гирокоптера нужно играть максимально осторожно смотрим байбэк и байбэк это уже максимально важно байбэк у нас имеется в гирокоптера летает с вен пошла ракета ответная но там есть бкб поэтому пока она не работает летает куску а просто пролетает спознанный файт полетел как дикий парень прям легко под трон а это кстати ошибка это ошибка очка и ушиб очка будет сейчас этого героя потому что так прыгать это не очень грамотно это не очень умное решение он остается далеко отрезан от команды и там за это команды будут наказывать накидывая дэмэджа все больше и дальше ну и по итогу еще один получать себя по лицу лицо там тоже потихоньку щелкается есть юла раскачивает в это время у нас еще и тиммер тиммер пока у нас вылетает с базы так ускар пока что у нас жив остается и накрывает дэмэджа в это время еще рубенчик рубенчик падать должен вот наконец-то фраг пошел нужно еще ловить нужно еще ловить нужно еще делать фраги смогут ли кого-то не догнать ну вроде бы вылетают погоню за вивера вивер пока нас отступать сквозь данный файт и гирокоптер себя покупает пока что сократ но не хватает все еще на рапиру но хотя бы отбились я подбиваются не на том спасибо но сейчас будет конечно очень опасная стадия игры для гирокоптера потому что потеря рапиры будет возможности в матче в принципе для него для его команды это этого бы не хотелось поэтому надо что сделать этим делом ну чтож моему шума ему аганим приобретает себе свен а как не на свене то что получается полет правильно на что мхаммер который можно летать можно будет краски еще быстрее сокращать дистанцию с фрагским гирокоптером что в целом тоже как бы будет прикольный классно нормальная тема хорошо что продолжаем тогда мы далее с вами зарабатывать денежки посмотрим что еще хотят себе команды в добрать пропирка у вот это классно игра начинает быть еще более интересной набирают новых красок говорится классно классно так кому интересно там будет комментарий оставлю ссылку там есть вписание ссылка и в комментариях будет ссылка на мой паблик телеграме там есть канал телеграме по но по крипте то есть там и по поводу каких-то немножко торговли на фьючерсах но больше там все-таки будет какие-то всякие игрушки в телеграме это либо игрушки телеграме либо полноценный play to earn игры то есть вы играете для заработка есть таких игрушек донки много можно будет просто мудрить свое время на какие-то игрушки покатать поиграть и заработать реальные бабки поэтому кому интересно подписывайтесь на там texas web 3.0 сейчас как бы конечно была просадка рынка но в принципе скоро будет там прям много всего интересного допустим вот игрались mask empire от not каина она в кое вы знаете дал очень много бабла мог только я ну я вам не забыл пятерку 5000 баксов правда часть посадил уже ну вот такое и удачных была инвестиция но илон маска уточнила маска x empire за сыграть сейчас было раньше маски empire вот она уже будет леститься в сентябре поэтому там тоже можно будет неплохо накликать короче ссылка в описании или в комментариях я оставлю ссылку можете зайти по чекать такие делам нападение натурмен таром очень быстро он падает правда у всех уже сегоним шарды поэтому это просто плюс бабки а гоним себе покупать решил грейджин и точнее этот рецепт на гоним для того чтобы они можно было скушать это в целом довольно таки хорошее решение потому что скушенная гоним позволит гирокоптеру освободить слот и что-то еще себе прикупить точнее он уже освободился и слот он себе уже включать шмотки но вот можно будет еще одну пт-шку но не в смысле можно быть еще пт-шку убрать и кто знает может быть даже будет 1 рапирка 2 рапирка как лучшие годы показывал александр юрич вспоминаю эти катки александр юрича олдскулы сводит это было федеврально было очень классно это были очень кайфовые катки давно это было пишу комментарии если помнишь катки александр юрича было по кайфу оклад у нас намечается сейчас его швы в 37000 перри фарма у команды дайров но при этом шанс комплекта тонкий хороший сохраняется 38 рисует дотом на победу команды ренетов но правда дарсир дарсир упал из байбека ой как опасного как опасно смещается тинкер прыгает пускар прыг скок и минус два героя втроем втроем нужно дефаться парням из команды реддитов байбека нету гирокоптера ай-яй-яй-яй ай-яй-яй что делать а как дефаться ну блин это конечно было очень достаточно в плане драки не получилось должным образом здесь все сделать проба плодки но в пенки но в пенках оплачать себе matrix и и пока спасает выручают нижней линии вылетают парни из дайров 40 тысячи перри фарма уже имеется есть даже для машина с погони за гирокоптером гиркова пробили есть по нему неплохие плюханцы откидывать пока барвами оппонента пытается таких узко вроде бы отошел как 42 у нас пока наблюдается на табло вопрос будет ли больше смогут ли еще себя перепарма формить и гирокоптер начинает начинает сражение уже от своего фонтан откидывать им уже в сторону вражеского персонажа но под названием краски тимбер но пробить его там пока не удалось падает еще не баран спускается кулдаун спускается чуть-чуть к дэмоджа но и уже 45 45 сейчас еще один барк поди будет уже там 46 лишь перри фарма но блин беда перри фарма реально очень много слишком много перри фарма тоже накликала на тебя бабла тут конечно батарячком хекс полетел в сторону гирокоптера продолжается вас от без базы откидывает пока он свой план и нужно бы еще на рапире так где бабки у гирокоптера бабоку гирокоптера больше нет он все потратила что он купил где что гирокоптер где твои бабки уже не выкупался где бабки уделись что-то полет а и протекал или что или нет или да подожди и подожди ходит ничего нет ладно а то что 11 11 вышка 1 . одна линия остается у этих парней ресурсов нападе остается не так уж и много как мы видим рыди не рейшин организовался тем временем мы видим нулю фар покупая себе мистер свэн также в этой драки ой не в этот рак в этом матче и что такую шмотка себя добрать поскорее уже хорошо флинт и будет явно как бы не лишний бонус для этого персонажа о хорошая шмотка свивлинг краски мы процессами говорили это шмотка была бы крайне хороша для гирокоптера для краски замены своего своего ботиночка наверх полетели с макрах там кто-то спалил сам спрятался по моему вивер да но вивер тяжело ловить на шокучах он далеко уже могут сбежать поэтому когда не было бы его слишком сложно уже петлял из замеса не позволил так легко себя навредить и его жопка остается целом мы видим так смещается насыпает а еще и вивер центре уже подпушивает а в ручка напрягают раскачивают у нас оппонента дайры позволяет она моя с глаза выйти без двух линий как быть тяжеловато играть все таки теле не постоянно запушиваются и нужно всегда в уме держать то что теле не нужно дефать происходит то что происходит нас в этом матче запускает вам снова пилы файту запускается дпс и кто хорошо что еще там нас делают эти молодые люди да вроде в этом больше такого ничего у нас не планируется хотя полетел сквозь файт нас тут мистер на тибире попытается еще немножко через файту под проехать запустить нужным какую-то разведку вперед на прыгает на древнем скинг 100 хорошо поймали пробирает огонь хорош до минус вытирают и вернул везда в клубе поройте ультимативно но активный ответ на какие-то еще и пенопэн 100 макросква раскулась в очень больно свера перебивает свой упал отлично получилось вэнс байбэком летят дальше летят летят и душ сядь и дуй сядь и любят и убивают в отремя хускар хускар тоже отвалит ставерну напрыгивает он стучок за место бывают дэмоджа по тимбер солки бирсо тоже под выгребает тимбер то тоже могу словарь это минус без байбэка о о лёк обычная прием прием на связи камбэк на связи 50 процентов сейчас нам будет показать график но и в целом ты играй до хера было сутом 45 тысяч перифором по моему то есть один ска отыграли по перри фарма плюс сейчас еще очень вероятно нажмут байбэки дополнительно эти молодые люди поэтому сейчас как раз и будет все прям по кайфу хорошо будет прям все классно и здорово ну так и очень все классно очень круто очень все хорошо надо больше надо больше надо разводить и убивать его убивают подременно с байбэка из хускара покупать себе блин как раз таки тот самый зелененький гирокоптера с левым уже больше уже по базе оппонента подкатывать и нофейн запускает свои догоны в цель поднаяривает еще четко дпс как как видим противника ну и будут парни так понимаю тут дальше пролезет на территории своего момента будут дэмэджа еще раздавать ну и соответственно как бы будет потихоньку разносить кабинетики этим молодым парнем есть у нас мегаки и этого тоже отправляются отдыхать вас вас в этого сломали сломали у нас получается центральную линию сломали на верхней линии барак милишный что тоже получается максимально кайфовый класс но все ресурсы были заработаны бабки были выведены отца произошла как мы видим вот так так просто беднаггер покупайте в это время пускар я еще тут будем сделать накидывают ватаре у нас раскастовочку то подкатывает ватаре тиндерсона филивает подраспиливает своего противника из мегакил вырубать и нас будут и еще парочку листок понимаю в этом замесе накидывают даблки на экране еще одного тамбунка приходит есть дополнительные у нас напилочные комбинации хорошо получается даже раздавать вот своего противника накидывают и еще убивают у нас сейчас кускар а кускар падает без байбэка хорошо прям хорошо и 5 300 гироков там все графики уже скоро у нас будут падать в тотальную ли ну там еще рошан стоит ой как вкусно как хорошо линию отпустит у нас тингер потому что у него есть халявный телепорт и он сможет очень быстро вернуться к своей команде поэтому пока пока что получается все прекрасно получается пока что все прям очень хорошо появится все очень и очень здорово класс могут могут умеет и практикует как мы видим бросавчик классно отыгрывают делают увозят себе данную катку рефреш пропитает свете временем darksir рубик там уже не выдерживает такого натиска ножка под задается как мы видим отключается с матча хотя не вы пока нет поэтому пофиг о 1 рапирка 2 рапирка мое уважение снимаю шляпу 2 рапирки там чисто вот по мужицки по мужицки красиво отыгрывает у нас гирокоптер ну 18 617 до были смерти но какая катка какая катка на валевых на валевых на прикрасках игру туда серию парни как вам не при максимально нравится что мы сегодня с вами посмотрели в этом противостояние здесь вы отблагодарите данное видео лайком подпиской и колокольчиком ну а там уже начинает стром подлетать эти молодые парни пошла расставочка в фильмов пэйна фильм дэмэджа в сторону свэн неплохо разрубывает разрубывает тигра падает арсир трон трон без глифа кстати поэтому было бы неплохо в него въезжать подкатывает он дальше замес еще и консервная банка пробивает кастрюлю пробивает рот и это гг победа готова для парней из команды сил света вот так вот ну вот смотрим тогда уже финальный график и будем с вами прощаться опять-таки надеюсь что вы сообщите какие герои вам еще интересны либо герои либо игроки возможно кто-то из игроков вас прям очень интересуют за кем бы вы хотели понаблюдать может быть сейчас посмотрим кто как тренируется к матчам за интернешнл а то как бы интика у нас уже будет совсем скоро поэтому было прикольно как-то подлагивает очень долго финальный парсер показывает очень долго прогружается к этому моменту почему-то пока ждем а нам сейчас покажут доту можно пожалуйста немножко доту хорошая катка скилловые игроки папа кассе линию под проиграл но потом целом реабилитировался да и в целом догон был не ошибка потому что по в конце концов выдала 53 тысячи дэмэджи а кускар был сколько дэмэджи кстати 51000 дэмэджи то есть видите вот начало было прям провальная там ты три крипа была убита у квопы с картам просто все об динайл по итогу как бы норм катка прикольно классно интересно все от подписки растет и песка но мы с вами услышимся в следующем ролике пока пока